Анни Сван. Сказка. Бельчонок и ёлочка. Высоко-высоко на самой верхушке ели примастилось старое сорочье гнездо. Его прежняя владелица, сорока с длинным хвостом, улетела, и никто даже не знает куда, но в один прекрасный день в гнезде поселились новые обитатели. Их было всего двое. Белка-муж и его веселая светлоглазая жёнушка. Они были так счастливы и так преданно любили друг друга. Об этом мог бы рассказать заяц, а уж ему-то можно верить. Ведь у Йоси такие большие глаза и такие длиннющие уши, что он знает обо всём, что происходит в лесу. И как же ему было не знать обо всём об этом? Правда, злые языки поговаривают, что заяц, когда скачет по лесу, разносит сплетни по всей округе. Но, думаю, это всего-навсего наговор. Так вот, в один прекрасный день молодой супруг сидел на ветке и лущил шишки. И вдруг из гнезда послышался тоненький писк. «Ах, подумать только!» В прежнем сорочьем гнезде лежали уже трое маленьких голых и слепых перчат. И папа-белка сам не свой от радости поцеловал маму-белку прямо в усы. «Спасибо! Спасибо тебе, милая жёнушка!» Сказал он. «Малышей назвали Курре, Карре и Кирре. Мило, не правда ли?» В гнезде было два окошечка. Мама-белка заткнула мхом одно из них, «Чтобы не дуло и малыши не простудились!» Сказала она муженьку, и тот одобрительно кивнул головой. «Ты всегда так умна и предусмотрительно!» Сказал он. «Такой прекрасной жены! Нет ни у одного папы-белки во всем лесу!» Но вторую оконную отдушину мама не стала затыкать мхом, и через неё бельчата стали смотреть на мир, как только у них открылись глаза. Рядом с большой елью, укрывавшей беличьи гнездо, росла милая юная ёлочка. Она была такая тихая и серьёзная. Лучшего ребёнка никто бы себе не пожелал. Скромно стояла она на своём месте под защитой матушки и лишь иногда поднимала вверх свою крону и простирала вверх веточки. Она смотрела на беличьи гнездо, а оттуда глядела вниз пара живых крошечных глазок, а маленькая косматая головка весело кивала молодой ёлочке. То был Кирже, самый младший малыш, самый проворный и самый своевольный из всех троих. Частенько он чуть не вываливался вниз головой из гнезда, и невозможно перечислить, сколько за ним водилось разных фокусов и плутавских проделок. Папа-белка то и дело бронился, а мама тысячу раз умирала от страха за него. И всё же он самый красивый из наших малышей, кивала на Кирже мама. Посмотри только, говорила она своему муженьку, какое у него мягкое и гибкое тельце, не говоря уж об ушках, а такие хорошенькие кисточки на ушах, как у него, редко встретишь. Он унаследовал их от моей покойной бабушки. Она была одной из самых красивых белок в здешних краях. «Ещё бы!» — поддержал её муж. «Ты тоже в неё уродилась!» Юная ёлочка тоже никогда не видела бельчонка проворнее Кирже. И чтобы он не вытворял, ёлочке всегда казалось это остроумным и весёлым. Она даже ничуть не оскорблялась, когда своевольный бельчонок бросал сосновые шишки на её ветке. Она только смеялась. Когда Кирже подрос и мог передвигаться уже за пределами гнезда, юная ёлочка простирала к нему руки и застенчиво кивала макушкой. «Иди ко мне, Кирже! Можешь тут поиграть!» И Кирже бросался вниз головой в объятия юной ёлочки. Но она никогда не колола его иголками, хотя других не пощадила бы. Ах, ах, сколько радостей выпало на их долю тем летом! Бельчонок и юная ёлочка только и делали, что проказничали. Вокруг шумел лес, щебетали птицы, а ветер играл на верхушках деревьев. Кирже раскачивался на ёлочкиных ветвях, бросал шишки в пробегавшего мимо зайца или карабкался по стволу. Ёлочка боялась пошевелиться. Она была счастлива. Но в жизни всегда бывает так, что когда радость достигает вершины, наступает беда. Так случилось и теперь. Однажды Кирже ускакал в лесную чащу и больше не вернулся. Папа-белка с мамой-белкой целый день искали его в лесных дебрях, лазали по деревьям и кустарникам. Курре и Карре тоже кричали и звали его, но Кирже не откликался. Он исчез. Юная ёлочка молча стояла на своём месте. Она тоже готова была бежать и искать своего друга, но не могла. Она знала, что хорошо воспитанная юная ёлочка должна оставаться на своём месте. Так тысячелетиями поступали все юные ёлочки, так поступают они и теперь. Вот тому-то и маленькая ёлочка стояла неподвижно, хотя сердце её болело. Может, Кирже ещё вернётся назад? Думала она, чтобы утешить самё себя, но папа-белка покачал головой и сказал, какой-нибудь охотник застрелил нашего Кирже. Это случилось поздним летом. Уже красные ягоды-брусники рассыпались по кочкам. Лесные звери торопились. Перелётные птицы готовились к отлёту. Ветер сотрясал ветви деревьев, а большинство животных начало подумывать о зимней одежде. Белки собирали в своих кладовках большие складышишек зимний запас, и ни у кого не было времени думать об исчезнувшем Кирже. Одна лишь юная ёлочка испытывала чувство утраты и горя. Она чувствовала себя такой одинокой. Но когда она рассказала другим деревьям о своей утрате, они засмеялись. И с того дня юная ёлочка ни с кем больше не говорила о Кирже. И вот мало-помалу наступила белоснежная зима. Земля покрылась пушистым ковром, лиственные деревья дрожали от холода, и белки надели серые зимние шубки. Однажды пришли в лес два человека с топорами на плечах. «Смотрите, какое стройное рождественское деревце!» Сказали они и, срубив, положили юную ёлочку среди других ёлок на сане, чтобы отвезти в город на продажу. «Она была так печальна! Теперь мне больше никогда не увидеть Кирже!» Думала она, ведь втайне она ещё надеялась, что Кирже когда-нибудь вернётся в родные края. Она обхватила ветвями матушку большую ель, на макушке которой находилось беличье гнездо. «Не давай им увезти меня!» Молила она, но мать ей не могла ей помочь. Ветви юной ёлочки были слишком слабы, некоторые обломились и упали в снег, и юную ёлочку уже повезли далеко-далеко до самого городского рынка. Там ёлочку купили и тёмным зимним утром повезли в большой дом. Ёлочка была совершенно не в себе, иначе бы она подивилась всей той суете, которая царила на улицах, и всем тем диковинкам, которые стоило там посмотреть. Но она могла лишь тосковать и думать. Ёлочку оставили в зале. Она была целый день совсем одна, но в сумерках пришли родители детей, чтобы нарядить ёлку. На её ветве повесили яблоки, позолоченные орехи, флажки, разноцветные розы, золотые звёзды, конфеты и свечи. На самой верхушке укрепили сверкающую золотом звезду. «Это Вифлеемская звезда!» Объяснила старшая сестра собравшимся детям, которые от радости, всплеснув руками, стали разглядывать ёлочку. Они были в таком восхищении, что не могли вымолвить ни слова. Но когда в залу вошёл рождественский соломенный козёл с Дедом Морозом на спине и всем принёс подарки. Одному лошадь, другому лодку, третьей красивую куклу, тот-то было радости. Дети танцевали вокруг рождественского деревца и пели весёлые рождественские песенки. Однако же юная ёлочка по-прежнему стояла словно во сне. Блеск свечей, игры и неистовое веселье детей только мучили её. «Ах, попасть бы домой!» вздыхала она. «Давайте принесём белку, пусть тоже посмотрят на рождественское деревце!» И один из мальчиков помчался за клеткой. Там на задних лапках сидел светлоглазый бельчонок, держа в передних сухарик. Он посмотрел на рождественскую ёлочку, а ёлочка посмотрела на него. Ох, как она задрожала! Но на этот раз от радости, ведь в клетке сидел Кире, Кире, живой и здоровый! И сразу на душе у ёлочки посветлело и потеплело. Она не могла шевельнуться, её ветви были увешаны лакомствами и украшениями. Но она не отрывала взгляда от бельчонка, удивляясь, что он не узнаёт её. Кирже втягивал носиком запах ели, который не вдыхал с того самого дня, когда его унесли из леса. О, как это было чудесно! Ему вспомнились дом на макушке высокой ели. Папа и мама, Курре и Карре! Он подумал о маленькой серьёзной ёлочке, которая росла рядом с большим деревом. И чем дольше он разглядывал рождественское деревце, тем более знакомым казалось оно ему. Он переквыркнулся во своей клетке, уселся на хвостик и, навострив ушки, поклонился точь-точь так, как некогда дома, когда играл на ветвях юной ёлочки. И она поняла, что бельчонок узнал её. Вокруг рождественского деревца со своими подарками играли дети. Ярко горели свечи, от рождественской каши, стоявшей на столе, шёл пар. Но бельчонку и юной ёлочке казалось, что они снова дома, там, где по вересковой пустоши носится и прыгает заяц, а высокие деревья шумят на ветру. Бельчонок и ёлочка стали кивать друг другу, или вернее кивал бельчонок, потому что ёлочка не смела пошевелиться. На своём только им понятном лесном языке они тихо беседовали друг с другом. так тихо, что ни один человек ничего не услышал. «Как ты здесь очутился?» спросила юная ёлочка. «Ах, это печальная история!» вздохнул бельчонок. «Ты верно помнишь, что маленьким я был совсем диким и своевольным?» «Да-да, помню», ответила ёлочка. «Твоя мама частенько жаловалась, что у неё с тобой хлопот больше, чем с остальными малышами». Так оно и было. А в один прекрасный день мне стало скучно в родном лесу. Я носился с дерева на дерево, перепрыгивал с одной пустоши на другую и всё дальше уходил от дома. Внезапно, сидя на ветке, я увидел внизу у корней дерева два свирепо сверкающих глаза. Я тотчас догадался, что животное, следившее за мной, кровожадная куница. Мама часто предостерегала нас от этой хищницы. Я знал, что она ещё более жестока, чем человек. Сердце ушло у меня в пятки, и я перепрыгнул на другое дерево. Но куница быстро лазала по деревьям и погналась за мной. У меня и сейчас мурашки бегут по спине, когда я вспоминаю об этом. Так примчались мы к берегу реки. Я впереди, куница по-прежнему за мной. Тут я прыгнул на низенькую вербу, простиравшую свои ветви над берегом. Куница ринулась за мной. Ветки не выдержали, и плюх! Я полетел кувырком в воду. Но это меня и спасло. Совсем рядом со мной плыл обломок доски. Я влез на него и, держа курс с помощью хвоста, гордо проплыл мимо куницы. Эта обжора, совершенно озадаченная, осталась на берегу. А я плыл всё дальше и дальше. Вероятно, я доплыл бы до самого конца света, если бы мальчишки с этой усадьбы не заметили мой кораблик. Они подгребли ко мне на лодке, крепко ухватили меня и, не выпуская из рук, принесли к себе домой. И вот теперь я здесь. Тут Кири закончил свой рассказ и перевёл дух. Он говорил без передышки, а это отражается на дыхании. «Теперь твой черёд рассказывать новости!» Сказал он ёлочке. И она начала рассказывать. Старшая твоя сестра Куря вышла замуж. Всех белок из ближайших окрестностей пригласили на свадьбу. Пир был на славу. Я заглядывала в гнездо. Более роскошного пиршества я в жизни не видала. Потом Куря со своим муженьком перебралась в совершенно новое гнездо в сосняке по соседству. Там должно быть совершенно хорошо с шишками. Мама-белка считает, что Куря сделала неплохую партию. «Как приятно!» Сказал Кири. «Расскажи ещё!» И юная ёлочка стала рассказывать, как хорошо в лесу зимой, когда снег покрывает землю, а деревья сбрасывают свои лиственные наряды. Она говорила о том, как грустно было расставаться с перелётными птицами. Они и сами печалились, когда улетали в чужие страны. А Кири слушал, широко открыв глаза. Он так несказанно радовался и время от времени вдыхал запах ели. Настала ночь. Свечи гасли одна за другой. Детям захотелось спать, и мама уложила их в постель. В зале было совершенно темно. Ель, одеревенелая и застывшая, стояла на полу во всём своём пышном убранстве. Тогда бойкий бельчонок осторожно отворил дверцу клетки. Обычно она была тщательно закрыта, но в рождественской спешке и веселье её оставили чуть приоткрытой. Кирилл ловко соскочил на пол и вскарабкался на ветви ёлочки. Там он уселся точь в точь, как когда-то в лесу. Он выкидывал свои старые фокусы и прыгал вокруг, задрав хвостик. Затем ёлочке снова пришлось рассказывать о том, что было в лесу. «Да чего же интересно!» Думал бельчонок. Под конец Кири захотелось спать. Он прижался маленькой головкой к стволу деревца, скрестил лапки на груди и сладко заснул среди зелёных ветвей. У него было весёлое Рождество, точь в точь, как у детей, хотя рождественский козёл с Дедом Морозом не привезли ему никаких подарков. Во сне он прыгал по своему шелестящему лесу на перегонке с курей и каре. Но ёлочка не спала. Она разглядывала бельчонка спящего на её ветвях и думала о лесе. В окно заглянул старик месяц. Он кротко улыбнулся. «Левец вересковой пустоши!» Шепнул он. «Там тоже Рождество!» Юная ёлочка улыбнулась месяцу. Она была так счастлива! Она нашла своего исчезнувшего друга! Больше она ничего не желала!